На проходящем в подмосковном парке «Патриот» международном форуме «Армия-2021» глава Чуваши встретился с руководителями предприятий республики, которые представляют свои разработки, в том числе в заявленной теме форума «Диверсификация» от английского разнообразия. Предприятия, что называется «заточенные на оборонку», должны дополнить ассортимент гражданской продукции. По мнению руководителя региона, создание промышленных парков и кластеров может стать одним из эффективных инструментов, позволяющим предприятиям ВПК завоевывать новые рынки, в том числе иностранные. Сегодня в Чуваши успешно действуют несколько кластеров – электротехнический, IT, машиностроение и химический. Именно такая кооперация позволяет решить многие проблемы – обеспечение сырьем, применение новых технологий, снижение себестоимости конечной продукции. Использование кластерных подходов, создание технопарков, они являются максимально перспективными, потому что экономика Чувашьей республики основана на достаточно большой доле предприятий промышленного сектора, обрабатывающего сектора. А те научные разработки, которые на сегодняшний день имеются, в том числе на предприятиях оборудованного промышленного комплекса или предприятий, которые работают в этой сфере, в том числе в соответствии с поручениями президента, естественно, могли бы быть использованы для развития этих классов. На встрече с делегациями предприятий Чувашия, выставившими свои экспозиции на форуме «Армия-21», Николаев отметил, что надо активнее выстраивать отношения с малым и крупным бизнесом как в сфере производства военной продукции, так и в гражданском секторе. Сегодня все наработки в оборонно-промышленном комплексе, то есть инновационные наработки, надо конвертировать в продукты и технологии для гражданского использования. Мы с вами тоже очень активно двигаемся, но теперь, мне кажется, нам очень важно находить пути взаимных операций, чтобы мы с вами через операцию, через усиление друг друга, могли бы найти даже новые, может быть, иные решения, которые усилят каждого из нас, но за счет объединения создадут абсолютно новый продукт, который может в итоге нам задать новую миссию на рынку. На встрече сообщили, что сейчас прорабатывается возможность расширения сотрудничества предприятий Чувашии с российскими железными дорогами и проведения Дней Чувашии в посольствах разных стран мира в России.